Да, я готова. Я никогда не праздновала Новый год в компании друзей. Вот пенсионерский. Чего ты обо мне не знаешь? Я щасняюсь. Ему нравится гречка с креветками, прикинь. Что? Новый, новый спок. Я слушала его голос, и я плакала просто. Мама, правда, сейчас уже не помнит, что она так говорилась, а то я хорошо помню. Я, наверное, бы очень сильно жалела, что я не сказала своим родителям, я предупреждаю маму именно, что я ее прощаю. А когда я взяла в руки этот бюст Климта, я сидела, и я вообще ничего не понимала, что происходит. Это сексуальное? Ну, внешность, это же не только голова. Не доставай пельмени. Харре. Все. Ну, знаешь, Новый год всегда был для меня каким-то семейным именно днем. Там время сказать и сделать что-то для своей семьи. Даже если это просто какие-то подарки, которых они давно хотели. Но я не могу сказать, что это для меня какой-то новый этап, как, знаешь, начну с понедельника. Вот это не так для меня. Я как-то всегда думала, что если хочешь что-то делать или менять, то нужно делать это прямо здесь и сейчас. Как, в этом плане я не понимаю людей, которые бросают курить долго. Знаешь, они сначала курят там по пять сигарет в день, потом по четыре, потом по три, потом по две, потом одну, потом там через одну. Вот. У меня всегда это не так было. Если я замечала за собой, что я очень много чего-то делаю нездорового, я просто садилась и говорила харре. Все. И переставала. Вот. Поэтому Новый год это явно не новый этап. Да и зиму я ненавижу, если честно. Очень люто. Поэтому, ну, это, знаешь, такой период ажиотажа, смятения и период, в который люди вспоминают все самое хорошее в себе. И это очень хорошо. Ну, мне вообще нравится вырезать снежинки, например. Я не знала, что ты это скажешь. Я не знаю, что я не делаю. Вот. Очень мне нравится. В прошлом году я вырезала все маникюрными ножницами, такими загнутыми, дурацкими, вообще кучу целую. А в этом году у нас не получилось повырезать, потому что мы по времени не успели это все сделать. Но одна висит. Еще мне кажется, что очень важно наряжать елку именно вместе. Если есть ты, есть он, нужно всегда это делать вместе. Не важно, там, в ссоре вы, там, или у вас трудный период. Вот это нужно делать всегда вместе. Вот. Да. Да. Так, ну смотри. Я никогда не праздновала Новый год в компании друзей. Да. Я праздновала один раз прошлый Новый год в компании людей, но они были не мои друзья. И они были, по сути, для меня чуть ли не люди, которых я вижу второй раз в жизни. И я не оценила всей прелести происходящего, потому что происходила вакханалия какая-то вообще страшная. Люди употребляли вещества, употребляли алкоголь, танцевали под тробоскоп. Тробоскоп. И все. И всю ночь вот так. Это было познавательно смотреть на то, что может происходить с людьми, когда они делают это, комбинируют то и реагируют так-то. Но это было не весело нифига. А Новый год именно в романтической такой, когда вы вдвоем, наедине, я встречала уже. И было хорошо. Было ощущение, что вот ничего лишнего. И никого лишнего. И мне понравилось. Но так как Новый год в компании друзей у меня так и не случился, я выберу, наверное, его. Было бы классно почувствовать это, когда вы такие все вместе, тружите, тусите. Классно. Да, да, не случайно. Ну пусть там будут какие-то случайные люди, пожалуйста. Но никогда основная часть людей это просто какие-то знакомые твои, максимально далекие от тебя. Наверное, больше моя. Потому что я не знаю, почему так, но в большинстве моих отношений всегда какую-то лидирующую позицию занимала именно я. Я не знаю, что в этом, какая причина, в чем моя вина, почему я. Но как-то так всегда получалось. Вот. И в тот Новый год мы очень долго не могли решить, что делать, потому что молодой человек был довольно такой нерешительный. Пусть будет тавтология. И в какой-то момент я подумала, а что вообще решать-то? А материться можно? Не хочешь срать, не мучай жопу как бы. Что решать? Что тужиться, если не... Ну непонятно вообще ничего. И зачем тогда вообще куда-то идти, если точно так же можно купить еды домой, приготовить ее, купить там алкоголь. И быть вдвоем просто. Вот. И вот так я предложила, и все. И так и вышло. Ну мы такие, знаешь, оделись красиво, там все такие. Вот. Ну было прикольно, да. Кстати, вот с подарками у меня вообще отношения очень такие легкие. Ну, если ты общаешься с человеком достаточно близко, то я вообще не понимаю, какие трудности могут вызвать походы по магазинам и покупка подарков. Просто нужно уметь слышать, и все. Потому что человек так или иначе все равно говорит, чего он хочет, как бы, о чем он мечтает, и на что ему жалко денег. И тебе нужно просто слышать это, и все. И, пожалуйста, вот. Ну раньше, когда я покупала подарки, чуть ли не всем своим знакомым, просто даже там поздоровались не раз, блин, а может надо купить подарок все-таки этому человеку? Вдруг он обидится? Вот тогда было немножко тяжеловато, потому что я никогда не уважала подарки бесполезные, которые, знаешь, как статуэтка просто, магнитик. Вообще я никогда их не уважала. Как бы это прикольно, да, как знак внимания, но это абсолютно бессмысленно, нефункциональная вещь. Это, я не знаю, как что, как рыбка в аквариуме. Она просто, она просто есть. Все. Никакой прикладной, никакого прикладного значения. Чего ты обо мне не знаешь? Ну мне, например, ну я очень много думаю, анализирую всякой хрени, даже лишку иногда. И мне очень сложно разграничить мое представление о самой себе от представления обо мне, моих родителей, например. То есть, вот у меня есть, у меня есть дикие амбиции, да, у меня есть дикое желание там как-то самореализовываться, что-то делать. И я не могу понять, это от моих родителей или это мое. Это они хотят, чтобы я так делала или я так хочу? Потому что с детства мне говорили часто, что семья это не твое. Ты не рождена для семьи, ты рождена для карьеры, мне говорили. Мама, правда, сейчас уже не помнит, что она так говорила, зато я хорошо помню. Вот. Вот это вот желание построить какую-то головокружительную карьеру, которая не получается. У меня просто не получается, у меня нет возможности. Я все время, ну, как-то не там, как будто бы что-то пропускаю. Ну, знаешь, вот не идет, не идет, не резонирует. И вот, и я так бешусь из-за этого, потому что мне так жалко потенциал свой. И я вот думаю, это вот, это вот точно мое желание иметь карьеру. Вот. Вот это, например, я очень часто думаю. О, короче, смотри, я никогда не страдала фангерлизмом, вообще никогда. То есть у меня не было такого, как вот у одной моей близкой подруги, близкой на тот момент, она прям умирала по знаменитостям. Но ей нравились всякие джей-поп, джей-рок исполнители, всякие японцы, короче. Она прям вообще, она заказывала с ebay их все диски, плакаты там, вообще просто все ими обвешивала. Она прочитывала весь интернет про них, просто все, что можно найти, все гифки, все видео с интервью, все форумы. Она просто целый меня... У нее был один любимчик такой, который на долгие годы сохранился, и она говорила, что она выйдет за него замуж обязательно. Она там пыталась учить японский, ну, очень сильно была влюблена. Вот у меня такого не было. Мне даже иногда казалось, мне, кстати, часто очень кажется, что я как-то не такая. Ну, типа, нормальные люди должны делать так, а не так. И вот в подростковом возрасте мне казалось, блин, да все нормальные девочки влюблены в какую-то знаменитость. И кто-то обожал Билла Каулица, например, там вообще просто... Вот, это вообще ужас. Кто-то вот любит этих японцев, кто-то еще кого-то, а у меня нет такого. Я даже пыталась как-то специально, знаешь, в себе это вызывать, там, что-то делать. Но нет как-то вообще. Внутри так все ровненько. Мне очень нравился Джонни Депп, но он мне нравился больше, как бы, своей актерской карьерой, там, твоим талантом он мне нравился. Но до тот момент он еще снимался в нормальных фильмах, а не только ради коммерческого успеха он там снимался. Вот, и он мне очень нравился. Поэтому никогда не было у меня такого, что я влюблена в какую-то звезду, что я там... Но однажды мне приснился сон. Я уже училась в универе, когда, знаешь, танец «Ручеек» русский народный. Да-да-да, и вот тут пробегают парочки, стоят перед вами, и вы вот так вот бегаете, такие, все, это хорошо, все. Вот, мне приснился сон, короче, там была целая толпа народу, мы все танцевали этот ручеек, и среди них был Закри Куинта, это который спок, новый, новый спок. Ладно, потом посмотришь. А там был Том Хиддлстон, и там был Камбербэтч, короче. И мы с ними танцевали, вот, в толпе, с ними ручеек танцевали, и все было клево. И мне вообще, капец, так понравилось. Нет, но если вот такое, какое-то восхищение, благоговение там испытывать, мне очень сильно нравился Брайан Молка, например. Вообще, да, я слушала его голос, и я плакала просто. У меня была одна песня, которую можно было включить в любой момент в моей жизни, даже если я вот смеюсь, сижу, ты ее включаешь, я начала сразу плакать, просто от того, что он так пел, просто вот как будто бы он из души у меня вынул вот эти вот звуки, и вот поет их, короче, это вообще, я прям так его обожала. Песня называется Broken Promises, напевать я не буду, я щасняюсь. Я, честно говоря, даже не могу ее напеть, потому что там, ну там такая тяжелая гитара, в общем, в припеве, и он так с этим своим высоковатым голосом, с таким надрывом это поет прям, вообще, и начинается она очень прикольно. Мне казалось, что это такая буря, короче, душевная, что-то, она начинается очень лирически, так, с фортепиано, очень красивые такие переливы, а потом там вот это вот в припеве гитара очень такая, тяжелая, вот, прям как по нарастающей крючке, ой, я вообще так рыдала всегда под эту песню. А потом я была на концерте же, уже здесь, уже спустя, наверное, лет восемь, после этого своего благоговения, и тоже я слушала его вживую, и просто поражалась, типа, как так человек может петь точно так же, как на записях вживую, точно так же, один в один, как десять лет назад он пел. Думаю, ну, талант, что... ну, да, но я просто уже старая, старая, пораженная, мне уже не так страшно, как было подростковым. сексуальный напиток? Мне тяжело объяснить, почему, я так думаю, но... белый русский. Почему? Почему объяснили? Я не знаю, а с чего? Там сливки, водка и кофейный ликер, по-моему, если я не ошибаюсь. Но мне вообще кажется, что кофе это такой довольно сексуальный напиток, ну, плюс, потому что культурная настройка, вот эти вот там, пригласить на чашечку кофе, там, вот это вот все, вот, ну и просто сам запах кофе у меня с чем-то очень маскулинным таким ассоциируется, прям с каким-то вот мужчиной, вот, а сливки, они, наверное, ну, они как и не янь, наверное, ингредиенты, что водка, это максимально маскулинный алкогольный напиток, который еще можно придумать, а кофе безалкогольный напиток, максимально мускулинный, а сливки, наоборот, такой мягкий, женский, обволакивающий, смягчающий все острые углы, такой, вот, еще прикольно, когда в белорусске кладут кофейные зерна еще сверху, типа, как украшение, тоже вообще прям такая пикантность, мне вообще очень нравится, короче, блюдо, которое вы готовите вдвоем голое, я готовила никогда, о, я готовила вообще миллиард раз, но это прикольно, это знаешь, это, особенно, когда ваши отношения еще свеженькие, так скажем, там же вообще капец либидо, просто на грани фантастики находится, и это скорее превращается в какую-то игру, в такую, знаешь, что типа, нет, надо сначала все закончить, там, тет-тет-тет, ну и просто, в принципе же, удовольствия, которые оттягиваются, они быстрее воспринимаются, если ты долго-долго чего-то хочешь, и ты это получаешь, ты прям вообще радуешься просто, там до небес, а если ты захотел, получил, захотел, получил, ну, прикольно, конечно, но не так остро переживается, как могло бы, вот, поэтому мне кажется, что вообще любое, даже если вы пельмешки варите, но голые вдвоем, это вполне может оказаться самым сексуальным блюдом. Ой, знаешь, вообще не принципиально, на самом деле, ну, у каждого мужика есть какое-то фирменное блюдо, свое, вот, пусть его готовят, вообще пофиг, ну, типа, знаешь, оно может быть максимально странным каким-нибудь, знаешь, типа, там, мутербродов с яйцом, например, или там, я не знаю, макароны, а вот, как Макс говорил, ему нравится гречка с креветками, прикинь, я даже первый раз, когда это услышала, такое лицо сделала вообще, он говорит, это очень вкусно, типа, ты вообще ничего не понимаешь, типа, когда креветок побольше, они мелкие, так может, это потому, что креветки с гречкой, на самом деле, а не гречка с креветками, я даже, да, не могу представить сочетание вкусов вообще этих, что, нет, вот, ну, как бы, вот, это интересно, во-первых, потому что, у вас может быть вообще абсолютно разное восприятие, того, что вкусно вообще, вот, и, а если это еще и фирменное блюдо, значит, он делает его хорошо, и значит, он его любит, с душой, вот, и мне кажется, да, вот так, ну, например, Макс тогда приготовил омлет, типа, ну, он типа мастер, омлетный мастер, вот, он приготовил омлет в первый раз, когда, и вообще, он меня еще больше покорил, на самом деле, этим, потому что, ну, я так не могу приготовить, у меня не получается, они такие, вот, и он такой, прям, знаешь, был шеф, да, и мне просто приятно наблюдать, на самом деле, за мужчиной, когда, вот, он что-то делает такое, там, ведет машину, готовит, потому что повара, это очень такая, хорошая профессия, да, ну, как правило, повара толстенькие, ну, наверное, единственная ночь, которая самая первая, ко мне вообще, пришла на ум, это, в прошлом январе, когда мы ездили в Париж, к моему другу, короче, это вообще было просто потрясающая ночь, у меня было ощущение, во-первых, как в полночи в Париже, когда ты просто в другом мире, ну, и плюс еще то, что я к тому моменту вообще не ездила за границу никогда, и только вот поехав на учебу, я получила такую возможность, поэтому для меня все было не так, как обычно, все было, как с другой планеты, с правильной реальности, вот, а там, в Париже, просто, мы сами не ожидали с Миланой, но мы попали в круг, как бы, золотой молодежи, парижской, дети там всяких министров, там, ну, это я так уж говорю министров, ну, каких-то ребят, которые работают, вот, в государственном аппарате, на разных должностях, там, всякие там, владельцы ресторанов, там, галереи, всего остального, и мне было очень странно находиться в такой компании, из-за этого, а в ту ночь, короче, мы весь день гуляли, по Парижу, мы там кучу всего прошли, там, и на Триумфальную арку, там, поднимались, вообще, короче, везде были, где только успели, потом мы пошли в гости, вот, к нашему другу, который как раз жил в самом центре, я, по-моему, тебе рассказывала эту историю, он, там, давай хвастаться перед нами, типа, вот, посмотрите, с этого окна Ноттердам, видно, с этого, там, башня, с этого, там, то, с этого, там, все, но квартира, правда, шикарная, она двухэтажная у него, и на втором этаже у них, типа, на втором этаже подвал для вина у них, как бы, то есть там у них вино, там, всякий алкоголь, очень старый, там, дорогое стоит, они слушали оперу, в таком полумраке, курили прямо в квартире, тут эти клубы дыма, знаешь, такие, через лампы теплого, такого, света, мы пили там какой-то, короче, коньяк, столетний там вообще, ну, то есть, просто все, что происходило, происходило как во сне, я просто никогда в жизни бы не подумала, что я окажусь в такой обстановке, у меня было на самом деле ощущение, как будто бы я съела МДМашку, короче, правда, правда, вот просто вот я сидела, и я вообще ничего не понимала, что происходит вообще, а потом он начал нам показывать коллекцию своего отца, всяких предметов искусства, там, бюст, который Клинт слепил, там, картину Караваджа, там, Кандинского, еще кого-то, и у меня просто отвисла челюсть, там, всякие книги, там, первые издания, там, со всякими автографами, и я просто такая думаю, боже, что это, а когда я взяла в руки этот бюст Клинта, ну, это не какой-то известный, знаешь, там, экспонат, еще что-то, но сам факт того, что это сделал вот он, и я держу это в руках сейчас, просто спустя столько лет, ну, это вот, знаешь, как бы, по-моему, называется синдром Стендаля, когда ты застываешь перед каким-то предметом искусства, и ты не можешь пошевелиться, и ты сидишь просто вот так вот, вот, по-моему, называется синдром Стендаля, если я не ошибаюсь, ну, может, ошибаюсь, вот, вот, я вот такую штуку испытала, я вообще никогда не верила, что это возможно, я думала, что это все художественный вымысел, знаешь, прием такой художественный, когда пишут про это, но я вот это испытала, и я поняла, что искусство на самом деле очень сильная штука, вот, а после этого, после этого мы пошли в ресторан, который, опять-таки, принадлежал семье вот этого молодого человека, который все показывал нам, там мы пробовали какие-то вообще невообразимые блюда, короче, знаешь, это вот картошка-пюре, которая с большим количеством сыра смешанная, и она так вот тянется, тянется, там, стейки, короче, что-то еще, вино какое-то очень крутое, там была большая компания, все сидели за столом, и все такие, знаешь, все такие прям парижанец, все-таки, все себя, короче, вот, ну, просто все, что происходило, было как во сне, и мы напились, конечно же, вообще там, в лучших традициях золотой молодежи Парижа, потом мы шли домой все вместе, они там валялись на асфальте, короче, прыгали, что-то там танцевали, там, что-то веселились, и потом мы пришли домой уже под утро, спали, поспали два часа и уехали в другой город с подругой, с моей, вот, но это на самом деле очень знаковая ночь для меня, не только потому, что я посмотрела на то, как бывает вообще по-другому, а еще и потому, что я, ну, я поняла, что не нужно слишком много думать о будущем даже, ну, типа, тебе вот сейчас круто в этот момент, и пусть, и пусть все будет вот так, и классно, и ты вот бежишь по вот этому асфальту, там, валяешься на спине, как жук, там, там, что-то делаешь такое, и ты просто ощущаешь, какой ты молодой и прекрасный, и насколько все вокруг принадлежит вообще тебе, просто, короче, вот какие-то такие эмоции я испытала, и, наверное, поэтому в большей степени она для меня лучшая, вот, потому что, ну, мы в России очень напряженные, мы привыкли к каким-то рамкам, привыкли к тому, что быть счастливым в России, это, стыдно, нельзя быть счастливым, надо страдать, а там я увидела, что быть счастливым нужно, быть счастливым можно, и это легко, и вот, это было прям разрыв шаблона для меня вообще. Ну, первое, что я могу сказать, что мне ничего романтического не приходит в голову, вообще никаких историй, связанных с каким-то мужчиной, не приходит вообще в голову. Ну, знаешь, я не могу выделить одно утро, но это определенный период, когда я уходила жить к бабушке с дедушкой домой, потому что, ну, вообще, у меня дом бабушки с дедушкой имеет очень сильные ассоциации с чем-то теплым, со всем лучшим, что в детстве есть, в общем-то. Вот, а дом бабушки с дедушкой, он такой, какой и был много лет назад, он остался, они его не продали, ничего с ним не сделали. Плюс еще, наверное, потому что, ну, в большинстве своем бабушка с дедушкой приняли очень большое участие в моем воспитании, вообще очень. Вот, и когда я, например, вставала в школу, неважно в каком возрасте, дома, где мама живет, я вообще никогда ничего не успевала, хотя я там вставала рада, она очень сильно рада, я ничего не успевала, ни собраться, ни поесть, вообще ничего, ни накраситься, ничего толком сделать не успевала, я всегда это была какая-то суета, быстрее, быстрее, что там, где, что? А у бабушки с дедушкой всегда все было очень спокойно, мы всегда вставали все вместе, мы завтракали все вместе, что вообще очень важно, я считаю, мы собирались очень спокойно, знаешь, не было никогда повышения голоса, это с утра, например, вообще ни разу я не помню такого, всегда очень все чинно, так, мирно, с чувством, с толком, с расстановкой, так, все, собрались, так, что с меткой, да, все, пошли, все, в общем, так вот было, и это, ну, я вообще очень ценю спокойствие, наверное, потому что я довольно эмоциональный, там, взрывной человек, и мне прям нужна какая-то такая тихая гавань, куда можно пришвартоваться, и все, вот, ну, так что это вот период наших утр с бабушкой, дедушкой вместе. Привет, Сварушка, дедушка. Так, ну, мне нравится, мне нравится рот, ну, мне нравится щербина моя, так, вот, мне нравится щербина моя, мне нравятся ямочки на щеках, которые образуются, когда я улыбаюсь, мне нравятся брови, я так люблю свои брови, особенно, когда они свежепокрашены, вообще просто обожаю, вот, ну, внешность, это же не только голова. Вот, ну, мне нравятся волосы мои на голове, вот, еще мне, наверное, нравится... Мне нравятся щиколотки и запястья свои, вот. А щиколотки это такая часть есть? Это вот тут. А еще мне, короче, кто-то говорил давным-давно, что у меня красивый мизинец на ноге. Причем это было в лагере в детском, и девочка, когда увидела меня в сланцах, она подбежала, начала орать, типа, боже мой, боже, боже мой. Я говорю, что случилось? Она говорит, ты первый человек, у кого красивый мизинец на ноге. Типа, я видела много, я проверяла, типа, всех. Ну, ладно. Мне нравится в себе... Мне нравится режим терминатора, который на мне включается периодически. Знаешь, когда нужно... Ну, типа, нужно перестать себя жалеть и что-то сделать, в общем, резко, вот, прям, прям сейчас, вот, например. Не знаю, какой пример привести. Но это, на самом деле, как раз касается же не только каких-то печальных событий, там, в твоей жизни, но и хороших. Я не знаю, когда была тусовка, 4, что ли, года назад, я была одна девочка на тусовке, и у нас было очень много алкоголя, очень разного, ну, хорошего, там, знаешь, то есть, там, не дрова, водка, там, а абсолют, там, ну, в таком стиле. Вот, и мальчики пили бронепоезд, состоящий только из алкогольных напитков. Все вагоны были алкогольные, и они пили, кривились, плевались, там, вообще, просто выражали недовольство всячески, в общем-то. А я, будучи немножко иногда охуевшей, дерзкой, в общем, я, как бы, такая, типа, да ну, типа, не может быть, что так сложно, там, бла-бла. И они такие, ну, давай-давай, борзота, посмотрим, типа, как ты справишься. Они еще взяли камеру, такие, ну, мальчик, там, фотограф был, у кого на квартире это происходило, поставили ее, такие, сейчас мы тебя снимем, ну, давай-давай, короче. Досочку мне такую принесли, чтобы красиво все это стояло, все, а я слышала, что, типа, нужно просто не вдыхать, когда пьешь, потому что топоры сразу в нос дают алкогольные, вот эти этиловые. Ну, и все, и я так на одном дыхании все выпила, выдохнула, и такая думаю, нельзя, нельзя, нельзя кривиться, нельзя. Мужской компании никогда нельзя показывать, что ты женщина, ну, есть его друзья, и все, я такая, и все, и они такие, боже мой, какая борзота, как у тебя это вышло. Вот, например, это хороший пример, когда нужно прям стеснуть зубы, что-то сделать, в общем. А плохой пример, ну, не знаю, может быть, с работой связанный, например, когда у тебя скучная работа, супер однообразная, супер, супер ненравящаяся себе, но она не позволяет тебе голодать, например. Нужно просто стеснуть зубы, пойти на нее, и все, как бы. Вот. Вот это вот мне нравится черта в себе, что иногда у меня просто отключается как-то все, вообще там жалость, там какие-то эмоциональные привязки, короче. Вот, а еще что мне нравится в моем характере? Ну, наверное, наверное, то, что я все еще люблю людей, короче. Вот, несмотря на то, что я знаю, что они мрази последние, что ничто не мешает людям предавать друг друга, там, ни бизнес совместный, ни дети, ни много лет. Вот, что люди там ебаные эгоисты, и это нормально. Ну, в общем, никакие пакости людские не отвращают меня, короче, от людей. Я все равно их люблю, и никогда не устану ими восхищаться и интересоваться ими. Я даже знаю, мне даже говорили, что очень часто из-за моей гиперактивности людям кажется, что я пытаюсь занять как можно больше места. Ну, например, в компании, что мне просто интересно, что происходит в разных концах комнаты, грубо говоря, и мне хочется максимально эффективно использовать время нахождения в этой компании, например. И мне хочется там больше узнать, больше спросить, там, вот этого всего. А людям кажется иногда, что, типа, мне просто хочется больше внимания, короче, получить и занять как можно больше места. Но на самом деле нет. Ну, типа, такое. Вот, что еще мне может не нравиться? Иногда людям не нравится моя какая-то излишняя прямота. Например, у меня много друзей мальчиков, и частенько, когда они начинают ныть, ну, прям так ныть уже, откровенно уже присаживаться к тебе, вот так вот. Ну, я очень четко высказываю, что я думаю, там, по поводу причины их нытья, там, какой-нибудь проблемы. И частенько не нравится им это слышать. А я считаю, что, ну, друзья для того и нужны, чтобы тебе правду сказать, как бы, а не просто поддерживать тебя в твоем нытье или в твоих иллюзиях. Вот, ну, это, как бы, да, это не нравится людям. Ну, во-первых, наверное, это, как бы, не банально звучало. Ну, оптимизм. В оптимизм я в это понятие вкладываю энергию, такую бушующую, дикую иногда, знаешь, перекашивающую в лишку, в слишком, в что-то. Вот это есть и в тебе, и во мне. Это стопудово, я уверена. Наверное, еще какая-то авантюрность. Ну, не знаю, меня очень легко подбить на что-нибудь, типа, а поехали там туда-то. Все, поехали. Там, а давай то-то сделаем. Все, давай сделаем. Ну, в СССР поехали, прыгать через костер. Да, да, просто 4 утра время. Поехали в СССР прыгать через костры, а поехали. Все. Так, авантюрность, оптимизм. И третье, ну, вот, наверное, любопытство, любознательность. Ну, типа, что никогда не перестаешь учиться. Вот. Вот есть же такое в тебе. О-о-о. Прямо, да. Такой вопрос. Ну, знаешь, я не считаю, что, если я могу рассказать о каких-то случаях из моей жизни, которые, например, человек считает личными, я не считаю, что это признак доверия. Ну, потому что, в принципе, мне не стыдно за то, кто я. Мне не стыдно за то, что я делала. Поэтому мне легко, например, говорить, что-то рассказывать. А доверие... Ну, мне всегда было тяжело подпускать человека к себе. Светлана! Светлана, осаживай, ем. Ну, я ей взять, понюхать, хочется там проверить. Но она не сыт. Ты не переживай, она не сыт, куда не следует. Что там? А, про доверие. Короче говоря, доверие для меня вообще очень сложная вещь, потому что я не умею прощать. Мне очень тяжело прощать. То есть, не знаю, меня очень легко обидеть, и простить потом практически нереально мне. Ну, сейчас, конечно, я работаю над этим, вот благодаря своим этим групповым занятиям, психоаналитикой, все такое, я работаю. Но поначалу, вот, например, еще, может быть, месяцев 6-7 назад это просто самое больное мое место было, и я понимала. Считай, если вот так все время разочаровываться в том, что ты вот кому-то доверился, он тебя посмел обидеть там, и все, ты не можешь его простить, как же жить? Ну, с этим тяжело становится. Постоянно ждешь какого-то подвоха, и, в принципе, ты не доверяешь никому, наверное. Ну, не знаю, мне кажется, доверие – это самое вообще ценное, что можно получить от другого человека после его времени, наверное. Ну, частенько в такой ситуации у меня включается тогда моя хорошая черта, типа «А, ладно, что будет, все, давай, терминатор, погнали, попробуем». Ну, говно-то говно. С недавних пор, да, у меня стало получаться. Раньше мне казалось, что я обязательно раню чьи-то чувства, если скажу «нет», вот обязательно это будет. И мне всегда было страшно разочаровывать людей. А сейчас я просто очень четко понимаю, чего я не хочу, и с кем я не хочу, например, проводить время. И поэтому мне легко сказать «нет». Ну, как-то, в общем, здоровый эгоизм подключился наконец-то. Ну, типа, такая история, как гарант того, что я тебя впускаю там в свою жизнь, там, что вот ты мне близок. Я бы, наверное, рассказала о проблеме отца своего. Ну, о том, что его у меня не было, и что это до сих пор самая болезненная моя тема, и что я до сих пор ощущаю этот недостаток именно в отце. У меня есть прекрасный дед, который во многом не заменил отца, и я его вообще очень люблю и обожаю, но это все равно не одно и то же, что и отец. Вот. И да, наверное, я бы рассказала об этом. Ну, просто более детально, с переживаниями, короче, со своими. Вот. Ну, мне, правда, тяжело бывает часто, когда я попадаю в какие-то адекватно устроенные семьи, в которых мужчина в семье адекватен, понимающий и заботлив, когда я наблюдаю общение отца и ребенка его. И мне прям иногда очень больно, короче. Ну, я радуюсь, мне не завидно ничего, я радуюсь за людей, все прекрасно, я рада, что есть нормально функционирующие отцы. Вот. Ну, мне прям больно, короче. Вот. Да. А почему вы с ними не общаетесь? Нет. Почему? Ну, мы максимально далеки. Ну, ему не особо это надо, мне не особо это надо. Как-то так. Он занят всю жизнь поисками себя, уже под 50 лет ему все еще ищет себя. А я просто не хочу быть инструментом его, знаешь, там, подтверждения значимости, там, еще чего-то. Не. Не. Наверное, когда мне подарили велосипед. Я помню, если мне не изменяет память, на мне было такое фиолетовое платье, мне на тот момент казалось просто потрясающе просто. Нет ничего на свете красивого этого платья, но я потом посмотрела. Нет, есть. Очень много всего красивого. Вот. И я в детстве была всегда такая большая актриса. Вообще просто. И я, получается, очень сильно хотела велосипед, я прям мечтала научиться кататься на велосипеде, потому что я всегда гуляла в исключительно мальчиковых компаниях, и у всех были велики, все умели кататься, а я нет. А в мужских, дружеских компаниях никогда нельзя показывать слабину, я повторюсь, никогда нельзя показывать, что ты девушка. Не надо. Особенно в детстве. Вот. И мне прям очень хотелось. и мне подарили BMX красный. Ну, это, может быть, было и не BMX, но там были накладки, которые, ну, вот, знаешь, раму защищают, там, руль, еще что-то там BMX было написано. Он был красный. Я помню, когда дедушка, по-моему, дедушка его заносил, ну, типа, вот так вот, знаешь, за спиной такой, типа, сифриз. Вот. Я увидела его, я такая, и такая в оморок упала, знаешь, ну, типа, я прям упала нормально, то есть я прям, и вот так вот полетела вниз. И такая... Да, вот я такая лежала, такая, а, Боже мой! В общем, вот, ну, это был прям очень счастливый момент. Потом мы учились кататься. Было тяжело кататься, учиться, потому что у дедушки была улица, песчаная, короче. И это капец, как сложно было. Но там же был мальчик-сосед Игорь, который помогал мне учиться. Я должна была показать себя с исключительной стороны. Поэтому я очень быстро научилась кататься на велике. Вот. А потом мы гоняли компашками целыми. Мы выбирали себе, короче, имена, никнеймы, короче, как у супергероев. Ну, типа, знаешь, у нас же гонка, ралли, там, все дела, короче. Вот. И у меня был никнейм. У меня был никнейм Ядовитый плющ. Да, короче, я еще помню, тогда недавно вышел Бэтмен с вот как раз тот говнистый чай с Умой Турман, где она вот была как раз ядовитым плющом, по-моему. Вот этот старый. Вот. И мы гоняли, и я даже иногда побеждала в этих гонках. Я вообще так собой гордилась. Вот. Какая лета была когда-нибудь? Ой, слушай, тяжко. Ну, блин, я была еще маленькая. Лет 8, может быть, так где-то. Ну, в школе я, по-моему, училась еще или нет. Блин, слушай, тяжело сказать. Не знаю. Какой классик я там маленькая? Ну, ну, маленькая была. Может, меньше. Может, 6. Не знаю. Не знаю. У меня тяжело с числами в гуманитарии. О, я знаю, знаю, знаю. Это знаешь, когда было? Это я только вернулась из лагеря. Зимой мы ездили с моим классом в лагерь Чайковский, который под Пермью. И я там влюбилась. Это была моя первая влюбленность, такая осознанная. Я вообще, я дичайше влюбилась. Просто такой был потрясающий мальчик. И, короче, еще трагичность этой истории, в чем заключалась, в том, что его раньше срока, короче, забрали. И ночью за ним приехала сестра, короче, и забрала его. И, то есть, я такая с утра выхожу, такая в столбовку, а мне его соседи по комнате говорят, а, типа, Аруся-то уехал, Руслана его звали. Он, типа, ночью уехал. А мы даже с ним не обвинялись ни контактами, ничего. И я такая... Короче, все, я так, в общем, в таких расстроенных чувствах, такая вся несчастная, возлюбленная, короче, приезжаю домой. Я начала писать стихи. Ну, конечно же, они были максимально уродскими, потому что они детские и романтические, что может быть уродливее? Но они были максимально искренними такими. Я писала стихи в такую тетрадочку, прятала ее тщательно. И однажды, короче, была суббота, мы прибирались дома, и мама что-то на меня ругалась за то, что я что-то неправильно сложила или не убрала, или я сидела на полу в колготках и в майке и складывала простыню вот так на полу. И мама, короче, мне сказала, что она прочитала мои стихи, нашла мой дневник, короче, его распотрошила, прочитала и сказала мне, типа, что это за бред вообще, что это за хрень, ты должна учиться, вот, семья и межличностные отношения не твое, типа, ты создана для учебы, для карьеры, а не для этого всего, типа, говна и всякое такое. И это было прям, знаешь, как вот, как удар, короче, молотком, мне прямо под дых, короче. Я сидела на полу, ой, как это было страшно вообще. Ну вот, я, конечно, начала плакать и все такое. Вот. И как-то, короче, я, ну, на самом деле, у меня, как бы тогда, когда я вернулась, у меня еще был какой-то план, типа, как его можно найти, потому что, в принципе, так технически было возможно его найти, там же есть же списки, там и все такое. Вот. А когда она мне это сказала, и я вообще ничего не стала делать, я подумала, типа, ну, хорошо, ладно. Если так вопрос поставлен, что я не для этого была, оказывается, рождена, то ладно, хорошо. Пойду, муру, старая девочка. Ну, я вот, я очень сильно обиделась. Но у нас были просто не такие отношения, чтобы можно было говорить о своих обидах, знаешь. Ну, типа, мне, чтобы можно было говорить о своих обидах. Поэтому я даже не помню, чтобы я ей рассказывала вообще это, что это было очень для меня важно. И так это закончилось. Ну, вот это моя первая влюбленность. Ксения, я до сих пор его помню вообще. Я помню его лицо, помню его глаза. Вообще до сих пор помню. Я не испытываю, конечно, таких романтических эмоций к нему больше, но я до сих пор помню полностью, как он выглядел, как он одевался. Даже помню, как мы однажды ночью, короче, пришли к ним в комнату, а они жили напротив нас вот так. А ночью же нельзя. На самое время. Вот, и мы прибежали с девками к ним, а они, короче, были в трусах в одних. Я даже помню, и трусы вот эти вот его смешные, короче, с покемона, с Пикачу, по-моему. Ну, короче, я все помню в мельчайших деталях. Вот. Ну, и, соответственно, этот случай с простыней я тоже помню в деталях, когда мне вот объяснили, что это вина. Вот. Самый грустный момент. Новодетство. Знаешь, я думаю, что есть ряд вещей, которые, чем раньше человек поймет, тем проще ему будет жить в реальном мире. Вот в настоящем, во взрослом, так скажем. Ну, и, наверное, воспоминания, связанные вот с этими вещами у меня как раз. То есть одно из первых, что нужно понять, это то, что никто ничего не должен тебе. То есть никто не должен соответствовать твоим ожиданиям, никто не должен вести себя так, как ты себе придумала, и никто не должен там... Знаешь, если ты меня любишь, ты мне должен звонить в 6 часов вечера каждый день. Вот никто ничего нахрен не должен тебе. Вот. И это я поняла в лагере, в орбите. Может, ты знаешь, этот лагерь, он раньше был очень крутой. Никогда? Серьезно? О, это вообще такая прям вкола. Вот. Вот в орбите, там у нас был старший отряд, очень клевый вообще. И там был парень, в которого я была влюблена чуть-чуть. Ну, не влюблена, я, скорее, была им увлечена. Вот. И сначала вроде как он отвечал мне заимностью, а потом, типа, нет. Ну, резко, в общем. И я очень долго не могла понять, почему так. Ну, почему, типа, так возможно вообще. В жизни. Ну, что, вроде все хорошо было. А что, почему так-то? И вот, ну, так вот я поняла, что, типа, а что ты вообще-то хотела? А кто-то что-то должен, что ли, был или что? Как бы нет. Вот. Потом еще был момент. Момент, когда меня бросила моя подруга лучшая. И мой на тот момент первый парень. Мы встречали с ним три года. А с подругой, с этой, с моей, мы не знаю, сколько лет дружили. И ее я любила намного больше, чем его. Вообще просто всем сердцем ее обожала. У нас была такая связь, знаешь, какая-то, я не знаю, космическая, что ли. Ну, как-то я не знаю, в общем. У меня даже не могу писать эти эмоции. Ну, мы там, знаешь, музыкалки в одной учились. И она там, если она заканчивала раньше, чем я, она оставляла мне записки в куртке, там. Если наоборот, то я ее оставляла. И путь из музыкалки до дома у нас был по песчанику. И поэтому, когда летом и весной я ходила домой после нее, я находила всегда ее следы и шла по ним, короче. Ну, то есть вообще я ее так любила безумно. Это вообще какой-то ужас был. Вот. И я, конечно, не отрицаю, что, возможно, что-то в моем поведении кого-то натолкнуло. Но они вдвоем бросили меня, ничего не объяснив. То есть просто... Ну, мы, конечно, тяжело расставались с этим моим парнем. И это была вот финальная точка, когда просто в какой-то момент он мне написал, типа, я вот сходила погулять с ней. Она мне из такого нарассказывала. Я не знаю, чего. И типа, все, короче, до свидос. И я написала ей, типа, что вообще происходит, типа, что случилось. Она мне сказала, знаешь, я тебя, конечно, очень сильно люблю, но очень надеюсь, что таких людей, как ты, больше не встречу, типа. И, короче, все. Не пиши, не звони. До свидос, короче, вообще. Ну, типа, нет вариантов никаких. И я спрашивала, типа, что случилось, почему так, и так не получила ответа, короче. Вот. Это было, наверное, вообще, там, одно из самых страшных воспоминаний моего отрочества. Потому что это было лето, я осталась одна полностью, потому что мы гуляли в компании моего парня. Это его компания, это его друзья. И все, я осталась одна. Я помню момент, когда мы жили еще на старой квартире. Где-то, я не знаю, где были мои родители в этот момент. Я сидела одна на летней террасе, вытянув так ноги, и уже доставая, знаешь, до ступенек вот так вниз, которые на крыльцу идут. И шел сильный-сильный дождь, летний такой. Я сидела одна, даже музыку не слушала, просто сидела, смотрела, как он по малине стучит, и ела виноград. И просто, короче, вот это было такое, самый, наверное, долгий период, когда я была одна вообще за всю жизнь для меня. Даже вот включая мою взрослую жизнь. Вот. Тогда я была одна очень много, и о очень многом думала. Вот. И это очень сильно на меня повлияло, вообще очень сильно. Это до сих пор, наверное, самое болезненное мое воспоминание, не связанное с моей семьей. И спустя, наверное, сколько лет? Лет, наверное, 8. Вот так вот. Ну, я как бы не переставала следить, например, за ее жизнью. То есть за его жизнью я не слежу уже давно, и как бы я знаю, что он женат, и вроде как у него все хорошо, и слава богу, как бы. А за ее жизнью я всегда следила. То есть я была подписана всегда на ее инстаграм, и я видела, как она вообще развивается, ну, как бы каким человеком она становится, там, как она там ездит в йога-туры, там, ну, короче, наблюдала за ней. Вот. И спустя примерно лет 8, короче, наверное, в прошлом году она мне позвонила. Она позвонила мне, и это было вообще... Ну, это был как флешбек в тот вот именно кульминационный, болезненный самый момент мой, потому что она написала мне сначала вконтакте, спросила мой номер, я сначала подумала, что это может бот, ну, всякие же бывают способы развести человека. А она говорит, нет, типа, это я, я спрашивала уже там у кучи человек, типа, твой номер, там, у бывших одноклассников, все, кого-то, ни у кого нет, вот я хочу тебе позвонить. И такая, что происходит? Я дала ей свой номер, она мне позвонила, она в Питере живет сейчас. Она мне позвонила, и у меня просто вот, как, я не знаю, как в первый раз, не знаю, затряслись руки, короче, с потерей очень сильной ладошки. Я ходила вот так вот туда-сюда, нервничала, пошла в туалет, заперлась, короче, там, вот, и начали разговаривать с ней, она спросила меня, как дела? И я просто начала нервно смеяться, потому что, что ответить на такой вопрос такому человеку, который столько для тебя значил? И так ушел. Я начала смеяться, какашечка вытащила одну. Светлана, ты нам мешаешь. Сугани ее, она будет копать сейчас до посинения. Вот, она спросила, как дела? Я начала нервно смеяться, и она сказала, боже мой, как давно я не слышала этот смех. И я спросила ее, зачем ты звонишь? И она сказала, что я очень часто вспоминаю, как мы разошлись, и это неправильно. И я звоню тебе, чтобы извиниться. И я такая, ну, хорошо, типа, я все поняла. Ну, и все. Ну, на этом разговор закончился. и все. Да. Ну, не знаю, зачем она мне позвонила, она с вами. Ну, я после плакала, после этого уже. Вот. не знаю, мне очень тяжело было, но это очень много мне дало, очень много, ну, во-первых, времени было, чтобы не подумать, это целое лето. Плюс я поняла очень много вещей, ну, и просто про людей, и, что человек, это целая вселенная вообще. и, и, очень часто, например, меня спрашивали, почему ты не стала выяснять? Ну, она же тебе не ответила, почему она уходит, почему ты не выяснила это, почему ты, не знаю, не пришла к ней домой, там, и сказала, ей, сука, блядь, ты в ринах. И единственный ответ, который я могла дать, это потому, что я слишком сильно любила ее, и просто, если она сказала, так, значит, так, я просто, типа, очень ее любила и уважала ее выбор. И это был ее выбор, уйти. Я не хотела гнаться, там, за ней, знаешь, просто я, ну, я поняла, что вот я способна на такое, какое-то чувство. Это, наверное, очень важно, знать, что ты наполненный такой, что тебе есть, что давать в таком количестве большом. Надеюсь, она не будет смотреть это на интервью, потому что она сразу поймет, что это про нее. Так. Кино. Кино. Знаешь, мне очень сильно нравится наблюдать за технической стороной фильмов. За вот этими деталями и полутунами, которые вот ты не увидишь с первого раза. Вот, например, мы вчера пересматривали «Убить Билла», и я не пересматривала этот фильм уже очень давно, и я только вот в этот раз увидела такие мелкие детали, как когда она только вышла из комы и убила этого санитара мерзкого, она забрала у него солнечные очки, чтобы выйти в коридор. И это же такая мелкая деталь. типа, человек лежал в коме очень много лет, 4 или 5, и она не привыкла к яркому свету, и ей нужны очки. Вроде вот мелочь, она такой достоверный эффект создает вообще. Плюс, например, в кино, когда в конце первой части она дерется на мечах с этой, горой самураев там, 80 человек там их было. И поначалу, когда они еще только пришли и встали в стойки, цветной был, цветопередача была, а потом, когда они начали уже драться, оно резко стало ЧБ. Ты даже не замечаешь этот переход, просто раз, и черно-белый. А потом я подумала, а зачем он так сделал вообще? И я поняла, почему, потому что слишком много было бы цветного мельтешения. Фонтаны крови, желтый костюм ее, они вот так вот бегают все вокруг, ну, у тебя бы глаз просто устал это смотреть так долго, а сцена довольно долгая. И сцена переключается на цветной, тоже очень круто, деталей такой, когда она моргает вот так крупным планом, и она открывает глаза, и все цветное. И остается там шесть самураев, выключают свет, и снова получается, что ты видишь только черное и голубое только в этот раз, а не белое. И вот они дерутся на фоне такого голубого какого-то экрана в темноте, и тоже у тебя глаз не устает от этих фонтанов крови, брызг там, и это, блин, так круто. Это тоже вроде такая мелочь, техническая деталь, но она просто такой офигительный эффект создает. Я вообще восхищаюсь, на самом деле, Тарантино, это же просто чертов гений. Ну, просто в контексте вот истории жизни человека, что он не имеет образования по специальности, он просто любит кино и просто делает его. Вот бы в России так у нас, просто любили кино, а не распиливать бюджет, который выделен на кино. Вот. А любимый момент из фильма? Мне еще тяжело выбрать любимый-то фильм, потому что я просто очень тоже люблю кино смотреть. Ну, вот мне нравится, например, момент из «Бесславных ублюдков». Мы недавно пересматривали тоже. Там момент в самом-самом конце, когда типа сдаваться уже приехал этот главный антагонист. Ну, он же договорился там с большими боссами, что все сделают так, как будто бы он тоже участвовал в операции от испавления вот от сильных Третьего Рейха и все такое. и что он как бы вроде хороший парень, хотя на самом деле как бы ничем таким и не пахнет. И он был со своим помощником, за которого он тоже попросил, чтобы его тоже оставили в живых, все хорошо. И хорошие ребята, бесславные ублюдки, которые, они убили его помощника. И Брэд Питт говорит своему протеже, он ему говорит, все, иди снимай скальп, потому что они скальпы всегда снимали. И все, и главный плохой парень начинает кричать, типа, я же за него просил, что вы делаете, что-то вообще происходит. И он говорит, что, мы за мир. Ты же за мир, да? И чувак сидит, скальп снимает, такой, да, я за мир. Это такой классный момент, такой ироничный. И ну просто вообще очень суперский. Вообще, ты же за мир? Да, я за мир, да, что? Вот. Нравятся мне, короче, такие мелкие детали в кино. Да. ну очень часто я вспоминаю, например, песню Элона Джона Rocketman, которая не буду ее петь, у меня не получается так, как у него. А еще мне нравится песня Little Black Submarine. Знаешь? Особенно припев мне нравится. Как же он там Oh, can it be The voice is calling me. Знаешь? Вот, офигительная песня и вообще прям я ее очень часто вспоминаю, очень часто пою ее. Вот. А еще я часто пою всякие дебильные, дурацкие песни, короче, которые там неизвестно откуда вообще в моей голове взялись. Я кошку свою называю Буханка. Потому что она, когда она лежит, она прям Буханка хлеба, она рыжая, такая здоровенная. И я, например, пою истинно Буханка хлеба на рукаве, мой порядковый бублик на рукаве, пожелай мне кефира в меду. Вот я придумываю всякое такое говно и пою его с утра до вечера. И мне мама в детстве говорила, что я никто замуж не возьмет, потому что все время какую-то херню поешь, водишь. Ну, не знаю, Макс говорит, ему нравится. И он тоже начинает сочинять такое. Вот. Все время какую-то такую дуростью делаю. Не удалось, да, обойти вот эту тему все-таки. Но это сюрприз, который я Платону делала. Не получилось. Ну, когда я уехала в Чехию учиться, и очень тяжело нам далось расставание, потому что я уехала на пике, наверное, наших каких-то эмоций таких. Вот. И я видела, что с каждым днем ему становится все хуже и хуже. Он начал замыкаться в себе, перестал вообще выходить из дома, кроме как на работу. Хотя он очень общительный человек. Наверное, ему так же сильно, как и мне, нужно общение с людьми. В общем, какие-то там тусовки, встречи. А он просто перестал выходить, даже когда его звали или говорили, давай мы приедем. И я видела, что ему правда очень плохо, и мне стало прям за него очень страшно. И я тогда ну, решила все бросила, в общем, и приехала к нему сюда на две недели. Он не знал об этом. И просто тот момент, когда он открыл дверь и увидел меня, вот этот момент, наверное, самый запоминающийся из сюрпризов, что я делала, потому что там такая смесь эмоций была, даже не описать, какое-то непонимание. Я прям у него прочитала в глазах, что он подумал, это кто? Почему он так похож на Ислу? Вот, какая-то радость, какое-то что-то такое очень ценное, сокровенное в очереди. Вот, и я прям увидела, что он прям был счастлив в этот момент, прям по-настоящему. вот. Знаешь, я всегда стараюсь быть максимально откровенной. Наверное, это я делаю как бы назло своим родителям, потому что бабушка мне всегда говорила, ну, у нее очень много всяких таких присказок и скороговорок. Как они называются? Да, пословиц, немножко матершинных, таких очень сильно циничных, но, наверное, правдивых. Вот у нее есть пословица мужику, как и псу, нельзя показывать жопу. Имеется в виду, что нельзя быть откровенной до конца, нельзя говорить всю правду и раскрывать все про себя. И я вот стараюсь делать точно наоборот. Я стараюсь говорить максимально много о своих чувствах, там, эмоциях, там, о каких-то прошлых своих поступках, там, каких-то прошлых ситуациях. И я понимаю, что, скорее всего, это очень плохо, нельзя так. Но бываю я недостаточно откровенной, наверное, в рассказах о том, в котором... Косноизучие. Наверное, я бываю не до конца откровенной в рассказах о ситуациях, в которых я чувствовала себя слабой, потому что мне очень страшно быть слабой. вот тогда да. И неважно уже, какая это ситуация, связана ли она с какой-то моей любовью, связана ли она с моей болью, связана она с детством, с неудачей, с чем угодно. Если я чувствую себя уязвимой и слабой, я стараюсь либо это как-то сгладить, типа, да нет, там, мне вообще нормально либо я вообще об этом не говорю, либо я говорю это и тут же сразу же акцентирую внимание на чем-нибудь другом, чтобы просто автоматически фокус ушел на другое что-то и все, и чтобы человек это не заметил. Но иногда это не получается, особенно, когда человек достаточно проницательный, тебе все равно говорят, ну-ка подожди, просто свои печеньки тут, что было у нас, что это было у нас тут, ну-ка, ну-ка, поподробнее. И ты такая, блядь, Даркон, не надо, пожалуйста, вернемся. И приходится говорить. Ну, да, наверное, так, не до конца откровенно и в таких ситуациях я была. Ну, блин, я даже если, людям чаще всего сложно говорить о том, когда они неправы, о том, в чем они были в невыгодном свете представлены, когда они пакость какую-то делали. Вот даже в таких ситуациях я стараюсь не врать никогда. Даже не приукрашивать. То есть, если я правда считаю себя виноватой, я так и буду говорить, что я вот тогда поступила как говно. Вот. Там, а если как бы я не считаю себя виноватой, если там какие-то обстоятельства будут, я не скажу. Так сложилось, что вышло вот так вот, вышло как говно, но не то, что бы я хотела. Так же. Вот. о боже мой. Я не знаю почему, но мне кажется, что это кавер на песню fall apart. Я тебе покажу лучше, включу после интервью кавер именно. Я даже не помню, чей. Там именно по видеозаписям, короче, нужно искать. Вот. но он такой чувственный, такой, знаешь, дождливый, но меланхоличный он какой-то не в негативном ключе, а в позитивном в таком. Когда ты просто, знаешь, бывает такое, ты просто сидишь, думаешь там о чем-то о своем, тебе не грустно, ничего, ты не расстроен, просто сидишь, думаешь, а люди вокруг это начинаются, а что ты такой грустный, а что случилось, ты говоришь, да я просто спокойный. Вот. Вот такой, наверное, самое, во-первых, ярко характеризующее слово этого периода моей жизни, он спокойный. Вот. И саундтрек тоже такой, его прям хочется в каком-то полумраке слушать, знаешь. Клевый. Ну, я тебя включу. Ну, он не прям, в смысле, знаешь, спать охота, но классный. И мне нравится, что он кавер, я потому что слушала песню оригинальную, и она вообще как бы, ну, так себе. Мягко говоря, причем, а кавер прям классный. И чувак поет, который так-то делает всякие металл-каверы, и... Ну, типа, он и скримит, и все, как бы, а у него голос очень красивый, он поет очень красиво. Вот. Еще он жирный, как поезд пассажирный. вот. Знаешь, мне очень редко, например, подавали руку, когда там выходишь с автобуса одного там. Все очень редко. И вот когда это делают, мне прям очень приятно. Вот. И мне нравится, когда вот идешь, идете вы по улице, переплетать пальцы, короче. Мне кажется, это прям такой интимный жест. Прям, знаешь, у вас же, получается, ладошки прям максимально близко друг к другу. Прям, там даже вакуум такой образуется, что они так вот отлепляются с трудом. Вот. И мне кажется, это прям такое тоже очень интимное, какое-то близкое. Ну, вот. И иногда вот так идешь за руку, переплетя пальцы так вместе. Еще-еще прикольно, когда ладошки вот пальцами переплетенные и в кармане у него лежат. Вообще просто финиш. И ты идешь, короче, вот с этой рукой у него в кармане, смотришь на него и думаешь, какой мужик! Это мой! Баба, вы что, все не кидаетесь-то на него? Вы что, дуры, что ли? Вы что, не видите? Что делает его? Короче, вот. Ну, и мне вообще кажется, на самом деле, что если ты вот так не смотришь на своего мужика, то нет смысла оставаться вместе. Что вот он должен вызывать такие эмоции, какие-то дикие, короче. Ну, потому что мне не всегда это выражается в сумме. Ну, да, конечно. Я так тоже не каждый раз говорю. Ну, бывает, я так говорю, да. Ну, я не симпатичу. Да, я как бы специально это говорю как-то утрированно, типа, знаешь, типа вот, там, не знаю, как на работе, а дела? Он говорит тебе, ну, нормально. Ты говоришь, что там, пристает тебе кто-нибудь? Он говорит, да нет, что-то кто-то мне будет ко мне приставать-то. Я говорю, они что, все дуры что ли? Как можно мимо тебя ходить и не хотеть тебя трахнуть-то? Ты посмотри на себя. Ну, короче, я какую-нибудь такую херню начинаю вести, короче. Вот. Ну, пидурочка просто. Мне очень нравится наблюдать за человеком, который делает что-то, что ему нравится. Очень нравится наблюдать. То есть, это не важно что. То есть, человек может любить готовить там. И ты смотришь, как он готовит, и это прям волнует. Вот. Макс, например, на гитаре любит играть. И это прям очень волнует, потому что я вижу, что ему это очень нравится, у него получается, и он прям, он вообще ничего не слышит в этот момент. Все, он занят. Как бы. И все. У нас даже был однажды такой момент, когда он играл на гитаре, а я просила его что-то сделать, то ли вынести мусор, то ли что. Я что-то раз пять, наверное, его попросила, а он просто лежал на диване, играл и не слушал, короче, меня. Я ему сказала, если ты сейчас не отреагируешь, я кину в тебя яйцо. Естественно, он не услышал, я кинула в него яйцо. И он очень сильно матерился, ходил, ругался, типа, что это такое? Вот. Короче, вот эта увлеченность, и вот эта отдача какая-то чему-то. Блин, это может быть даже, если человеку нравится машину водить. Вот он ведет тачку, и ты прям видишь, что это его, что ему нравится, и он уверенный такой, чувствует себя там за рулем, что он маневрирует, все классно. И при этом он не рисуется, знаешь, там не смотрит, типа, как я смотрю за рулем, тут нормально, нормально. Как бы нет такого, просто человек занят тем, что он умеет. вот, это круто, вообще очень. Кто-то, например, умеет бухать, даже вот такое бывает. Случается такое. Так, ну смотри, когда я знакомлюсь с женщиной, я прежде всего обращаю внимание, наверное, на то, как она себя ведет вот в разговоре. Ну, знаешь, смотрит ли она в глаза человеку, что вообще у нее в глазах в этот момент, потому что есть такие, девушки, которые вот разговаривают, и ты видишь по глазам, что они вообще не тут. Им вообще насрать. Мне и в своем думают. А есть такие девушки, которым ты смотришь в глаза, и ты видишь в абсолютную просто пустоту, там ничего нет, ничего. Как бы, очень нравится мне, короче, видеть глубину какую-то, именно в женщинах, потому что, ну, часто такого бывает, что в женщинах недостаток как раз какой-то глубины. Вот. А в мужчинах, я обращаю внимание, ну, если откинуть, конечно, вот эти все внешностные детали, потому что, ну, естественно, ты, конечно, сначала на внешность обращаешь внимание, когда ты знакомишься с человеком, потому что ты, блин, смотришь на него, прежде чем заговорить, вот, чисто технически, а именно в поведении, мне нравится, когда мужчина, когда он мало говорит, мне нравится. ну, то есть, как это сформулировать, я обращаю внимание на то, как он молчит, вот, в женщинах я обращаю внимание на то, как она говорит, а в мужчинах, как он молчит, потому что, ну, гремит только то, что пусто изнутри, да, вот, а пусто звонство, это, наверное, самое страшное, что может быть в мужчине, когда за словами ничего не стоит вообще просто, вот, а когда он мало говорит, и много думает, и, по прошествии, например, какого-то времени, он там тебе что-то выдает, во-первых, это ценно, потому что человек мало говорит, вообще, просто, в общем, и каждое его слово, это, значит, он прям обдумал, что нужно это сказать сейчас, и оно чего-то стоит, вот, нравится наблюдать, как молчат, и всегда это на контрасте, очень прикольно, когда ты сидишь в компании, сравнительно новая для тебя, и ты видишь, например, одного парня, который трещит, вообще безумолку, рисуется, красуется, и флиртует со всеми подряд, и все такое, а второй молчит, и наблюдает, короче, за этим, за всем, и вот как-то, не очень интересно, подойти к тому, кто много болтает, а интересно именно к этому подойти человеку, цегаточный, я бы умерла, я бы умерла, но ни с кем не поговорив, такое условие, да, я, наверное, бы очень сильно жалела, что я не сказала своим родителям, я подозреваю маму именно, что я ее прощаю, потому что у нас очень сложные были отношения подростковые, очень сложные, и у меня очень долго была обида, очень большая на нее, еще когда я уже переехала сюда, и уже здесь жила, все еще у меня была эта обида внутри, вот, а потом в какой-то момент я просто ее отпустила, потому что я поняла, что она не могла вести себя по-другому, в том возрасте находясь, ну, нет, не было такого варианта, и все, и я как-то ее сразу простила, так вот в один момент, и не осталось ничего от обиды, ну, вот, наверное, бы, да, об этом я в первую очередь бы жалела, что я не сказала, и до сих пор я этого не сказала, потому что мне вообще тяжело очень выражать свои эмоции, такие хорошие и сокровенные, какие-то именно членам семьи своей, именно потому что у нас были сложные отношения, и потому что у нас вообще в семье не принято было делиться своими эмоциями, чувствами, там, говорить, как ты любишь кого-то, нет. А второе, наверное, я бы жалела, что... Я бы жалела, что я не была достаточно жесткой с какими-то людьми, знаешь, когда нужно сказать, пошел нахуй, я говорю, освободи меня от своего присутствия, я бы вот жалела, что некоторым людям я не сказала эти жесткие слова. Вот, наверное, так. Такие две крайности. Все. Мы молодцы. Мы молодцы. Продолжение следует...